Привет всем владельцам Windows Phone 8 смартфонов. С вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com. Первым сегодняшним приложением является Photofania, программа для обработки фотографий. В ассортименте софтины присутствует огромное количество всевозможных фильтров, рамок и эффектов, большая часть которых сделает фотографию красивее или добавит ей определенного настроения. Некоторые же наоборот способны сделать фотку комичной или превратить ее в карикатуру с искаженными чертами лица. Также присутствуют инструменты для создания всяческих картинок, к примеру из серии Keep Calm. Приложение бесплатное, поэтому если вы любите постить обработанные фотографии в социальные сети, Photofania вашему смартфону точно не помешает. CoolTiles одно из приложений, позволяющие добавлять кастомные ярлыки на рабочий стол. Если ни один из доступных на главном экране пресетов вас не устроил, вы можете спокойно создать его вручную, расположив на свое усмотрение ярлык выбранного приложения или настройки. Также можно самостоятельно выбрать фон, а для Windows Phone 8.1 доступны и прозрачные ярлыки. Приложение позволяет очень гибко настроить внешний вид иконки и содержит множество дополнительных фишек, к примеру фирменный многофункциональный фонарик. Программа бесплатная, поэтому никто не мешает вам опробовать ее самостоятельно. Zombie Smasher достаточно примитивная, но при этом очень занятная игра, в которой вам предстоит уничтожать зомби не при помощи растений, башен или бензопилы, а путем их раздавливания. Игра здорово тренирует моторику и реакцию, ведь если поначалу, когда нечисти мало и двигается она прямолинейно, играть довольно легко, то потом живые мертвецы заполняют весь дисплей, и попадание в хаотично передвигающегося зомбака встает непростой задачей. Короче говоря, для тех, кто играет во имя отдыха, шпилка то что надо, а статус бесплатный лишь в очередной же стимулирует попробовать в нее поиграть. Crocs World это платформер в стиле Марио, только вместо усатого сантехника вы играете за крокодильчика, который бегает по уроням и страдает от вездесущих злобных улиток. Графика в игре как бы намекает, что основная ее аудитория детишки, поэтому родители, которые частенько дают своим чадом играть на телефоне, точно должны обратить на нее внимание, ведь стрелялки до гоночки с явным нарушением ПДД окажут не лучшее влияние на несформировавшуюся психику ребенка. Power Shoot Down представляет собой некий альтернативный взгляд на раннеры. Вам предстоит играть за нарисованного на бумаге падающего парашютиста, которому на пути встречаются не только относительно безобидные птицы или ослепляющие газеты, но и летящие на воздушных шарах противники, которые то и дело норовят вас подстрелить. Игра очень красиво реализована, управление в ней удобное, а геймплей не навязчивый и в то же время не скучный. Финальный штрих добавляет нулевая цена, благодаря которой вы точно не сможете пройти мимо этой игрушки. Вот очередной выпуск и подошел к концу. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр, пока!